Здарова, на связи Шамшурин. Я тут недавно вел консультацию с клиентом. Очередная история для меня уже стала, с одной стороны, привычной, с другой стороны, каждый раз слушаешь и думаешь, господи, как вы живете. То есть, мужчина рассказал, что его женщина там, она очень неуважительно к нему относится, и она последние несколько раз был такой, что она прилюдно начала там его подстебывать, смеяться над ним, недвусмысленно шутить, и в один момент вообще как-то его унизила, оскорбила. Я не буду вдаваться в подробности, что она сказала, и он говорит, что меня это крайне возмутило. Но прикол в том, что он это сказал не ей, и даже здесь, когда он крайне возмутился, он не ей об этом сказал, он сказал об этом мне. И я понимаю, что в их отношениях, скорее всего, уже ничего не изменится, даже если бы он ей об этом сказал, и очень категорично. Они находятся в той стадии, что сейчас бесполезно уже что-то менять, потому что женщина уже за два года совместной жизни восприняла, интерпретировала его именно так. И уже поменять свое впечатление о нем ей будет гораздо сложнее, чем если бы с нуля. И просто как антипод, допустим, ситуации какие-то связанные со мной и моей женой. То есть, я уважаю свою жену, и она уважает меня. Это у нас взаимно. И вот буквально пару дней назад произошла такая история, которая, в принципе, одна из там тысяч историй, которые каждый раз, каждый день доказывают ее уважение ко мне. То есть, мы приехали на рынок, ехали мимо, я говорю, я хочу гранатов. Мы остановились, то есть, тачка встала так, что там прям вот эти палатки рынка, павильоны, они вот прям напротив. Я ей говорю, сиди в машине, типа я сейчас сам сбегаю по-быстрому, там холодно, не выходи. В итоге я выбрал самые дешевые гранаты, потому что там они какие-то космически запредельных цен. Я выбрал самые дешевые, она при этом еще и это видит, я так понимаю. То есть, ты, в общем, расплатился, сажусь в машину, она такая, блин, вот типа дорого там. Но она это говорит с таким уважением, с такой любовью, с такой какой-то вот нежностью и теплотой. То есть, это никак не воспринимается как критика, потому что ненавижу, когда женщина критикует мужчин на ровном месте. Мужчина хотел как лучше, а ему все равно сказали, ты все сделал неправильно. Она сказала, слушай, ну это дорого, типа вот опять ты купил там дорогие, короче. Я говорю, слушай, а что ты не вышла со мной? Она говорит, ты же сказал мне сидеть, ну вот, я сижу. И причем она такая, то есть, она мне уже много раз говорила, что тебя на рынок одного отпускать нельзя, потому что ты вообще не смотришь на цены. Она говорит, как ты себе это представляешь? Ты стоишь, общаешься с продавцами, продавцы мужчины. То есть, я такая подхожу, говорю, Вов, это дорого, не бери это, положи это на место, пойдем. Она говорит, ты так себе это представляешь? Ну дальше она уже не стала объяснять и спрашивать. И логично, что это выглядело так, что она не хотела, чтобы как-то я был унижен в глазах мужчин-продавцов, потому что для нее это считается унижением, когда женщина подходит и говорит своему мужчине, там, что ему делать, что не делать, даже если это рынок и даже если это благое дело по поводу стоимости гранат. Или когда она стучится каждый раз, когда я работаю дома, прежде чем войти ко мне в комнату. Или когда она не садится есть без меня, даже если еда уже готова и она очень голодна, а я работаю в другой комнате, она ждет, когда я закончу и только тогда сядет есть. И ничего сверхъестественного в этих вещах нет. Это для кого-то из вас, может для тебя это кажется, блин, это какие-то прям уж тонкости и что-то еще. Это нормально, потому что для меня это нормально. Я выбрал, чтобы ко мне так относились. Я сам отношусь также уважительно. И для меня это элементарные вещи, хотя для многих из вас это недосягаемо. И каждый из вас должен сейчас спросить, а как у меня с моей женщиной текущей или там с моими женщинами когда-то, которые были раньше. Или как я хотел бы, чтобы было у меня в семье или в моих отношениях с той женщиной, которую я найду когда-нибудь. А вопрос этот решается очень просто. Опять же, история стара как мир. Выбор, которого у большинства из вас нет. Причем нет только по вашей вине, по вашей инициативе, по вашей халатности, по вашей нерешительности. Если у вас есть выбор, если вам что-то не нравится, вы на самом начальном этапе скажете о нет-нет-нет, до свидания. Второе, это понимание какую женщину ты хочешь найти. То есть ты должен сам соответствовать какому-то своему пониманию. Понимать, что если вот здесь меня все устраивает, да, я иду с этой девушкой в отношения. Если не устраивает, значит нет, я отказываюсь с ней дальше продолжать общение. Далее самоуважение. Для всех. Не двойные какие-то стандарты, а для всех. А то я постоянно вижу такую картину, когда мужик где-то в обществе мужчин, на работе с коллегами, с друзьями, он просто альфач. Ему вот слово никто не может сказать. Но как только он видит женщину, которая ему нравится, все, он превращается в пуделя. Самоуважение это такая тотальная штука, которая должна работать везде. Если она работает выборочно, значит это все пи**, а не самоуважение. Это просто показуха. И умение отстаивать свои границы, в том числе и с женщинами, не наделяя их чем-то таким божественным. Господи, это же женщина. Ну ладно, ей вот можно простительно, она же вот вдруг ей не понравится, вдруг она уйдет. И при этом, если ты выберешь себе правильную женщину, тебе не надо будет отстаивать никакие границы. И в моей картине мира было, когда я искал жену. Я знал, какую женщину я хочу, какая не окажется со мной даже на сантиметр, на километр рядом. Я знал, что я не хочу в своей семье и в своих отношениях отстаивать свои границы. Я могу это сделать, я могу рявкнуть, повысить голос, но это происходит крайне-крайне-крайне-крайне-крайне редко. То есть я предпочел найти себе такую женщину, с которой бы мне не пришлось это делать. Но для этого, да, я проделал большой путь, много чего перелопатил. По сути, это очень просто. Каждому из вас это доступно. Если вы сейчас оторвете свою жопу и приедете на практику с 23 по 26 февраля в Москве. Если вы не можете сами, приезжайте, там вас научат. Ссылка для записи здесь. Осталось еще совсем немного места. Все, пока.